Стали известны подробности дела Тутбай. Почти полмиллиона долларов найдено в ходе обысков в офисе и дома у некоторых сотрудников портала. 100 тысяч правоохранителей нашли в ведре с собачьим кормом. Следственные мероприятия продолжаются. Между тем, менеджмент портала обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Более того, ресурс оказался в списке резидентов ПВТ и пользовался всеми льготами налогового режима, не имея на то оснований. Следователи говорят о том, что это введение в заблуждение государства, но даже находясь в подобном правовом режиме, Тутбай умудрялся уклоняться от уплаты налогов и использовал льготы, чтобы не выплачивать деньги в бюджет. Один пример. При среднем доходе сотрудника 35 тысяч рублей. Пенсионные взносы, которые платит каждый гражданин Беларуси, у Тутбаевца составили, не поверите, 11 рублей. Подробности резонансного дела в следующем материале. Пожалуй, лучшие иллюстрации и фразы «собака друг человека» и не придумать. Ведь именно в ведре с собачьим кормом правоохранители нашли 100 тысяч долларов. Владелец золотого дна, ведра, сотрудник Тутбай, очевидно, в экономике разбирается неплохо. Тут целая валютная корзина, доллары, евро и российские рубли. Впрочем, позже станет ясно, что и тут, и там, в офисе и в домах работников портала нашли в сумме полмиллиона долларов. Что плохого в деньгах, спросите вы? Хорошие деньги упакованные, но происхождение неизвестное. Откуда такая сумма? Аналоги. Вопросов более чем достаточно. После возбуждения уголовного дела производились неотложные следственные действия, в том числе обыска, в ходе которых у должностных лиц изъято порядка 500 тысяч долларов США наличными. Тема денег в нашей стране еще со времен СССР очень щепетильна. Но не любят люди богатых. Так уж повелось. Тем более, что по версии Тутбай в стране мрак и безнадега. Вот пример статей о том, что ветеранам на 9 мая не дадут ничего. Фейк. Да и в целом ресурс очень любил считать бюджетные деньги, мол, их вечно не хватает. Сплошь дыры и дефицит. Богоугодное дело спрашивать правительство за монету, вот только сам Тутбай эти самые налоги попросту не платил в полном объеме. Как и сами журналисты портала. По данным в интернете, Тутбай влетел в резиденты ПВТ эконом-классом на Яндексе в 2019 году. А это не только налоговые льготы на подоходник, но и загибайте пальцы. НДС – ноль. Налог на прибыль – ноль. Офшорный сбор – ноль. Таможенные пошлины при ввозе оборудования – ноль. Следствие считает, что ресурс банально вводил в заблуждение государства и органы ради плюшек, которые Тутбай получал в рамках декрета президента о цифровой экономике. А теперь фокус и никакого мошенничества. Портал до последнего пользовал льготы, полученные от Лукашенко, обвиняя во всех смертных самого Лукашенко. Для резидентов ПВТ важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном же случае Тутбай Медиа использовала стороннее программное обеспечение специализированное, получала выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате такой деятельности общество уклонилось от уплаты налогов, сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США. Ну подумаешь, коммерческая хитрость и работа на хайп. Нормальная история. Вот только даже в таких полулегальных тепличных условиях Тутбай умудрился залететь по статье о неуплате налогов в особо крупном размере. А это уголовное дело. И в мире так же. Это самое жесткое экономическое преступление. И неважно, кто попался. Спросите у футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Даже при своей медийности они сейчас на условных сроках со штрафами в десятки миллионов евро. Напомню, что портал — это не только новости. На них особо не заработаешь. Это различные ресурсы внутри. Каталоги, работа Тутбай. Там крутились огромные деньги. И настолько, что генеральный директор ООО Тутбай Медиа с говорящей фамилией Людмила Чекина с декабря 2019 по май 2020 заработала скромные 363 тысячи рублей. Стоит порадоваться за женщину. Сама заработала, не украла. Вот только справка о доходах смущает. Людмила и ее коллеги ратовали за пенсионеров в своих статьях. А по льготам в месяц она отдавала в пенсионный фонд 11 рублей. При среднем доходе в 35 тысяч. Просто загляните в свои расчетники, и все станет понятно. Льготы, напомню, незаконные, полученные фактическим обманом. В апреле департаментом финансовых расследований получена оперативная информация о том, что должностные лица Тутбай Медиа планируют открытие счета в Латвийском банке с целью вывода денежных средств. Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного их правонарушения. Поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов, и в результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов. Вся суть в том, что мы живем в мире серой морали. Нет абсолютного добра и зла. В человеке весь комплект. Но портал, рассказывающий о маленьких пенсиях, зарплатах учителей и врачей, давил на то, что «ну мы же хорошие, это они, БТ, жируют на народные деньги, гады». Только каждый сотрудник БТ платит налоги по полной, не складирует деньги в ведрах и не пытается вывести крупные суммы в латвийские банки. Звонили меня? Здравствуйте. Звонила, да. Это Алина Астаделла вам звонит из Риги, Латвии. Здравствуйте, Алина. По поводу открытия счета. Да, конечно, конечно. Да, удобно. Да, я хотела вот уточнить по поводу цели, ну не цели, а платежей, которые вы планируете, хотели бы проводить через наш банк. Ну, наверное, когда встречались Кирилл, наверное, с кем-то из моих коллег. Поэтому я не знаю, какая правильная информация. Поэтому думаю, оговорю с вами. То есть какие у вас пожелания? А потом мы посмотрим, что мы тогда можем сделать со своей стороны. То есть со счета компании, футбол-медиа, насчет компании в Риге. И потом дальше как бы эти деньги или остаются у нас на счету, или же дальше перечисляются в какой-нибудь другой банк, по вашему желанию, или же инвестиции дальше производятся на территории там балтийских стран, и дальше деньги как бы начинают работать вот в Балтии. Вот такая вот цель у меня была как бы сказана. Да, смотрите, дело в том, что в принципе основная цель, все-таки, как я говорила, это вот безопасное хранение денег накопления, да? Или как бы просто перевод денег вашей компании просто на... Ну, как бы перечисляет компания ваша с банка белорусского на ваш счет в банке ландшафт. Да, совершенно верно. Вот. Поэтому основная, в общем-то, наверное, основные потоки денег будут такие, что мы тут вот в Белоруссии заработали и перевели в ваш банк, они там хранятся. Да и в целом зарплатам на Тути могут позавидовать айтишники. Налоги не платили полностью, дивиденды считали, все опять же здорово. А как же закон? Вы же против беспредела, правильно? Вы же за справедливость, так? Зачем тогда мутить с налогами? Ответ прост. Разговоры про свободу слова, правду и новую Беларусь – это хорошо. Заряжают эмоционально, но деньги – нет, бабло. Всегда побеждает даже абсолютное зло. Поэтому можно работать и под диктаторским декретом, и рекламу размещать от госкомпаний. Остальное – притеснение и гоньба. А ведь следователи подчеркивают, здесь прежде всего разговор об экономическом преступлении. Так же было и с Сергеем Тихановским, и с Виктором Бабарико. Задержали ведь за взятки и отмывание денег. Поэтому вопрос, сколько стоит совесть, действительно актуальный. Алексей Волков и Богдан Петрашко, агентство теленовостей.